Привет, друзья! Сегодня готовим мясо по-французски. Такой рецепт понравится всем любителям мяса. Мясо очень сочное и вкусное. У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт, но я с удовольствием поделюсь с вами своим. Мясо нарежем на пластинки примерно 1 см. У меня свинина. По желанию можно взять и гейку или говядину, но можно взять и куриную грудку. Выкладываем каждый кусочек мяса на доску. Накрываем пленкой и отбиваем с двух сторон. Посыпаем солью и перцем. Отставим в сторону и займемся остальными ингредиентами. Нарежем грибы небольшими кусочками и обжарим на небольшом количестве растительного масла. После жарки грибы меньше дадут сок. Чтобы мясо сохранило свою сочность, мы его обжарим по 40 секунд с каждой стороны. Берем небольшой картофель, разрезаем пополам и нарезаем на тоненькие пластины. К картофелю добавляем жареные грибы, солим, добавляем итальянские травы, 2 столовые ложки оливкового масла. Перемешаем и отставим в сторону. Три маленьких луковицы мелко нарежем. Мешаем сметану, майонез, мелко нарезанный лучок и немножко добавим воды. Солим, перчим во вкусу. В форму размером 23 на 23 сантиметра выкладываем картофель с грибами. Затем плотно выкладываем мясо. Сверху свежие помидоры. И всю эту красоту смазываем соусом. Отправляем в заранее разогретую духовку 200 градусов на 30 минут. За 5 минут до готовности. Достаем с духовки, натираем твердый сыр, посыпаем сверху. И ставим в духовку на 4 минуты, чтобы сыр расплавился. Мясо по-французски готово. Нарезаем на пассионные кусочки и подаем к столу. Мясо получилось очень сочное, нежное, а вкус просто потрясающий. Если понравился мой рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Веселых праздников, друзья! Давайте жить вкусно! Пока. 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 Продолжение следует...